Ну чё, здорово, Ютуб! Здорово, Зен! С вами Джон, он же Зур312. В этом ролике мы посмотрим, что же нам там привёз наш любимый торговец. Вспоминаю, что испытаний Осирис на этой неделе нету, потому что у нас на этой неделе железное знамя. Так что смотрим исключительно на нашего червьевого друга. Итак, на следующей неделе в Дейсине. Возвращение в моментов триумфов будет у нас, про что Банджи выписали вчера свой блог. Сумущий налёт у нас будет Офера Теней. В Корнила будет управление инерцией и поединок. В плейлистах, в рейдах у нас будет Сглеб Гуку Камнем, кому захочется там крафтовые пушки побоевать. А Подземелье Ямы Ереси, кому захочется шмотки с власта доставать. Операция Щит Серафима, кому там надо будет какие-нибудь красные рамки достать из предыдущих сезонов и экзотическую пушку. Импульсную винтовку, да. И бонусные ранги у нас будут награды Горнила. То есть нам с Горнила будет гораздо больше всего прилетать. Ну да ладно. Сейчас заценим, собственно, что нам там. Притащил Зур. Находится он на Нессе, в локации Могила Смотрителя. Помню, кто-то там спрашивал где-то, нафига нам нужен Несса, чтобы туда Зур прилетал. Чтоб там была рыбалка. Ну ладно. Полетели. Ну что ж, Зур у нас находится на Нессе. Сейчас среди рандомов. Ориентиром служит вот этого дерева. Смотрим, что он нам притащил. Итак. Внезапно бойцового льва он сегодня принес. Если вдруг кому-то захочется пвп покошмарить ваших противников тимшотом с этими... С этого Горника на бесконечных белых патронах, то пожалуйста. Дальше у нас идет враговискатель. Повышает урон оружия после нанесения цели урона любой способностью. Ну в принципе, что пве, что пвп, можно специфические билды придумать с этим шлемом на охотника. Выходное пособие. Убийство и добивающие приемы в ближнем бою с использованием энергии вызывает взрывы. Крутая грудь на Титана. И сапогил на фракции. Полезные достаточно. Ноги экзотические на Варлока. Раскол ускоряет перезарядку оружия. Усиливающий раскол. Увеличивает дальность стрельбы. Ну а кладезь также ускоряет перезарядку оружия. Опять же. Что у нас по пушкам легендарным? О, неплохое истинное предсказание в принципе. Задержка взрыва есть. Тактическая подготовка. Высокоточные патроны. Вот это перк лишний, честно говоря. А так неплохой ствол. Для пвп. Гадюка. Пистолет-пулемет. Тающая ярость и дальномер. Ну типа ни рыбы, ни мяса. Вот это для пве скорее. Это непонятно для чего теперь. После того, как дальномер понерфил. Раньше было паупы. Внезапно он зачем-то принес еще лишний паек. Это наверное тот случай, если у вас дополнения нету. Я не знаю. С глубиной там. С сезоном. Чтобы просто с инграмма кролить. Ну да ладно, окей. Дальше у нас идет правосудие килогарата. Если купить пять пушек. И каждый из них применить гармонизатор из сезонника. То можно сделать ее крафтовой. Переход в рукопашный. Воссоздание. Ну такой я ровно интересный. Икел. Опять. Ни рыба, ни мясо. Движущая цель для пвп. И размер на дыхание для пве. Ладно. Но зато пять штук можно купить гармонизатором. И делать. Хотя подожди. Она делается крафтовой? Вроде делается. Да. Расколотый шифр. Девятинсотый пистолет. Пулемет. Если вдруг у кого-то не было. И большой пес. Гранатомет. Который непонятно зачем нужен сейчас. Но гранаты шипы есть. Нужен какой-то гренит для пве. Покупайте. Не знаю. Дальше у нас тут шмотки. Мертвые орбиты. Для каждого из персонажей продаются. Для трансмога. У кого нету купите. Неплохие руки на титан у нас продают. На стойкости все. По десятке. Очень даже неплохие. Неплохая грудь. 29 дисциплины. Гадрольная метка. Мое почтение. Голова. 20 стойкостей. 20 интеллекта. Вот такое. И вот такие вот ножки. Что у нас по пушкам? Кокмуна. Ждем с первым выстрелом. Этот можно пропустить. Рол. Ксенология. Ладно. Сейчас посмотрим по быстренькому. Что у нас там. По-по-по-по. По всем остальному. Так. На Варлока. Руки у нас. 23 стойкости. 25 силы. Для специфических билдов. Самый раз. Стойкость. 19. Все остальное по 10+. Кроме подвижности. Она на 2. Повязка. Гадрол. Шлемак. 10 стойкостей. 18 восстановление. И 20 силы. Ну такое. Ноги нет. Ноги мимо. Такие ноги только к ханту. Наверное подойдут. 20 подвижностей. Блин. Да ладно. Что у нас на охотника, собственно. На охотника 20 подвижностей. Руки. 23 силы. Неплохо. 23 подвижности. И 23 дисциплина тела. Гадрольный плащ. 30... 25, пардон, интеллекта. 12 подвижностей башка. Ноги 20 подвижностей. 20 дисциплины. Ну, в принципе, достаточно неплохие шмотки принес. Просто там... Ну, по крайней мере, для начинающих ПВЕшников или ПВПшников самое оно будет. Затерянный сектор находится у нас на Европе. Бункер Е15. В принципе, на этом у нас все. На сегодня с Зуром. Хороших всем выходных. Увидимся. Когда увидимся, не забываем лайки ставить, комментарии писать на канал. Подписываться, колокольчик нажимать. Проходить по всем ссылочкам в описании ролика для поддержки стримера. Ну, и если вы на стриме, то можете попробовать мультипликатор доната прохнуть через донат ПС. Если сумма в 10 раз увеличится, то можно будет в один следующий ролик попасть. Ну, а пока что у нас все. Продолжаем играть.